Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья, с вами Казуку Фэмили и сегодня необычный стрим. Мы начинаем проходить Макс Фэйн, классика наших годов, но наше прохождение вы не видели. Ну точнее прохождение меня, поэтому присаживайтесь поудобнее, не забывайте про чуечка Филочек, а мы в принципе начнем драмы Макс Фэйна. Всем присаживайтесь поудобнее, не забывайте про репосты, про колокольчик и приглашать друзей, дружочек, а мы начнем. Время не ждет. Так, беглец, да? Погнали! Так. Это Айзер База, повторяю, Айзер База. Нью-Йорк. Выстрелы на крыше, там нападение в самом разгаре. Повторяю, это нападение, перестрелка на крыше. 10-8, себя обеспечим. Необходимо подкрепление, и быстрее. Угроза жизни полицейского. Угроза жизни. 10-5, отзовитесь, 10-5. Внимание, всем постам, всем постам. Тревога. Угроза жизни полицейского. Айзер База, все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Воздушный замок. Воздушный замок. Долго грузит, ну да ладно. Тогда я еще служил в полиции. Отдел полиции Нью-Йорка, Северный округ, чертова дыра. Так когда же ты начнешь работать на меня, детектив Пэн? Чтобы ты отправила меня секретным агентом в какое-нибудь пекло. Извини, но Мишель и девочка для меня важнее. Вот это моя последняя секрета. Нечего розе дышать дымом. В этом ты весь, Макс. Был и остаешь с собой скаут. До встречи. Четверг вечером покер, не забыл? Такое не забывается. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов. Где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой на стороне Джерси, где тебя ждут красавица-жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Малыш, я пришел. Если бы только воздушные замки не разрушались, пока на них не смотрят. На небо тихонько вскарабкались сумерки, наполненные дурными предчувствиями. Мишель, солнышко, кто-нибудь дома? Мне сразу не понравился этот спектакль. Правда, для меня отвели самое лучшее место. М-да. В общем, начинаем Макса Пэйна. Да, четкая графика. Все-таки. Что за черт? Так. Заметьте, она спросила мисс... Точнее, сейчас, секундочку, друзья. Она спросила, это дом мистера Пэйна, значит, получается... Ну, это шлюха в чем-то замешанном. Так. Смотри-ка. О-о-о-о-о, помповое ружье. Кассетики. И картина, походу, да? Нет, вы не тронетесь, девочки. Вы не подстейтесь. Мишель. Да заткнись ты, наконец. Нет, 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 не надо. Нет, Макс. Она уже тут. Полиция Нью-Йорка. Всем стоять. Сейчас, у меня... Ой, господи. Ну, пожалуйста, только не это. Капец. Капец, они ребенка убили. Сейчас тебе будет плоть падших ангелов. Придурок. Сюда? Для тебя, да, урод. Нет, 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 нет. Мишель, Рози, нет. Нет. Это случилось три года назад. Все рухнуло за один вечер. Эти подонки были накачаны неизвестным раньше наркотиком, волькирином. Или просто вэ. После похорон я сказал Алексу, что согласен работать на отдел по борьбе с наркотиками. У нас ушло три долгих года, чтобы найти брешь в бизнесе торговцев волькирином. Наконец, два месяца назад, информатор сообщил нам, что Джек Лепина, один из лучших боссов мафиозного клана Канчинайло, занимается наркобизнесом. Я засекретился и проник в один из самых опасных кланов Нью-Йоркской мать. Тракую мать. Тракую мать. Вильз 패тируем. Продолжение следует... 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 Нифига себе кровище Притворяться В смысле? Панель безопасности издевательски хихикнула Мне нужен был кот Которого ты пока не знаешь, да? Подожди, стоп, а чё нам делать-то? Пришли мы отсюда, ну? Ты ж не хочешь Мне сказать, что нам нужно Успеть прыгнуть откуда-то там Или как? Или всё-таки надо? Подожди-ка Не надо было? Серьёзно? Твою мать Я чуть не лоханулся Не надо было А куда? Подожди, назад что-ли? Не пойму А куда тогда? Что за прикол? Может, мне просто стрельнуть надо? Да-да, а ну-ка, подожди В смысле? Ничего Что? Проехали Поцелуй-ка, это французь Поцелуй-ка, это французь Нифига себе Ты спас меня, дружище Что здесь происходит? Рисняк? Эти парни с беспорядками Только что появились из ниоткуда Нужно позвать подмогу Я мог бы позвонить из диспетчерской Этажом выше Поможешь добраться туда? Нам нужно идти, пожалуйста Хм Подожди-ка О, блядь, эти шкафчики обычные Можно открывать Эти парни, диспетчерская наверху У нас нет времени Мы должны добраться до диспетчерской В конце концов ограбить Роскабанд Это вам не семечки щелкать Это было очень плоски опасно Но оно того стоило Ворота были закрыты Мне нужно было найти другой путь в тоннель Трубачок Наконец-то Что за А, это не ликадство что ли? Ё-моё Блядь Блядь Опа, нагрузи А, тут закрыто Это значит, возвращается назад, да Что за Склево Экстр example парни Парни Окуки Всё Оказалось Всё e Всё Продолжение следует... Продолжение следует... А где он тогда вход мог открыть? Не, нифига. Здесь, что ли? В натуре? А ну-ка. Поезд сиял, как рождественская елка. Электричество было восстановлено. А, подожди, а как? А, подожди. И куда это нас привело? А-а-а. Все, довольна церемонией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе... Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Ну, значит, выясним. Все выясним. Какая-то... Какая-то... Канализация... Канализация... Такс. 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 так а тут тупики что ли или туда не нужно идти это еще что такое это был жесткий взрыв так здесь закончили дай-ка детонатор ты о чем? о детонаторе я думал он у тебя это ты должен был его принести взял своего застрел придурок дверь была заварена тысячу лет назад а в бомбе не было детонатора что за рыску можно убить прикольно а у нас есть собственной выход давайте одна газета вы там а а а а а а а а и я вас детонатор блядь а 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 Девушки отдыхают 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 Подожди, мы наоборот их закрыли, что ли, нафига? Все три года Алекс помогал мне оставаться в своем уме. Он ухитрился наткнуться на что-то действительно важное. И в конце концов перешел дорогу самому Джеку Люпино. Интересно, интересно. Как говорится, да. Своё богатство Люпино наживал на проституции, наркотиках, заказных убийствах, а также грязной гостиницы и кварталю убогих ночлежек. Порицалось. Я слышал вой сирен. Он становился все громче. Люпино надеялся от нас, убив Алекса и переложив вину на меня. Но все он добился было мое внимание. Сначала я отправился в гостиницу. Это было удручающее зрелище. Тусклые лампочки и выцветшие обои. Я вошел, корча из себя эдакого искателя приключений, как делал это уже сотни раз. Гостиницу содержали два отъявленных мерзавца с акульными улыбочками. Братья Финитто. Леди джентльмены, к нам пожаловала шилом задницы. В мусорной заднице. Сами придумали или какого-нибудь алкаша с улицы специально пригласили. Не нужно отвечать, это риторический вопрос. У меня есть кое-что для босса. Люпино здесь? А это смотря кто спрашивает, друг или ящейка из отдела по наркотикам. Не отвечая, этот, это как ты там его назвал, риторический вопрос. Люпино тут нет. Он просил нас попрощаться за него. Люпино не было в этой гостинице. Вместо себя он оставил братьев Финитто. Мою легенду раскрыли. Мою легенду раскрыли. Двери захлопнулись с обеих сторон. А потом был сплошной свинцовый дождь. Мусорный заднице. Мусорный заднице. Очень верно, тут нет, подешло. А-а-а! А-а-а! Моё внимание привлекло письмо на столе. Эй, ребята, у вас там всё в порядке? Ребята, Джой, Фергилио, где вы там? Я отвечаю. Позови в страны, пусть поторапливаются. Ладно, ладно. Ладно, только ждать их нечего, идём сейчас. Самого Репина я видел только один раз. Все свои дела он вел с помощью своей правой руки Винни Гуньитти. Гуньитти был издёрганным невротиком. Казалось, он в любую минуту готов встретить с катушек. С деловой сметкой у него было всё в порядке. Свои комплексы Гуньитти удовлетворял за счёт малолетних наркоманов и девочек по вызову. У вас, похоже, проблемы с веб-бизнесом. Джек сказал, цитирую, Винни, ты за это ответишь. Кавычки закрываются. Скоро у вас появится Рико Муэртос, проверка. Всё летит к чертям, и всем скоро отправится туда же. К вам это вдвойне относится. Берегите этого типа. Утирайте ему с опли, делайте всё, что он просит. Напортачите, будет вам братцы. Финита ля комедия. Веб-бизнес означал дополнительные меры безопасности. Я не видел, чтобы сюда доставляли наркотик, но это не значит, что его здесь нет. Рико Муэрто использовали как буку для запугивания непослушных детей. 313. Братья Финиту записали номер комнаты Муэрто на полях записки. О, а бейсбол тут есть, это хорошо. Выбраться оттуда было непросто. Дверь на лестницу была заперта, а лифт не работал уже лет 10. Дверь на лестницу была запустена. Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи сép talents. Очевидно, Макс Бэйн, подозреваемый в убийстве агента отдел 가 борьбе с наркотиками, ведет войну со своими бывшими партнерами. Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи с остановлениями преступных versuchen, происходящими в Бронксе и связанными с распространением эк extrem. Так, здесь ничего нет, ладно Че, это единственный, что ли, выход, да? Так, Пейн там, а они не отмечают. Пошли, Пейн заплатит смолна. У нас тут ничего практически нету, да? Подожди. Нет, тут ничего не рвется, да? Так, подожди, а как гранаты выбрать? Пейн заплатит смолна. Ладно. Тупик так тупик. Сначала немного о леди и джентльмене, леди Амель, Маркису Летиму. Просим ли вы принять? Миледи. Милорд. На тебе совершенно новое сирие леди и джентльменов, любезно предоставленное альтер-копорейш. Миледи. Милорд. Миледи, я должен обратиться к вам по делу чрезвычайной важности. Неужели, милорд? О, да, миледи, я забирался поговорить с вами с того самого дня, как мы познакомились. Помните, на лесной тропинке, где солнце просвечивалось сквозь осенние листья, и они сверкали золотом, как ваши прекрасные локоны. О, милорд, вам не следует так говорить. Но, миледи, я должен. Нет, милорд, я запрещаю вам. Это мне может быть. Не должно быть. Но почему, любимая, почему? Ах, милорд, это так ужасно. Не заставляйте мне произносить эти горькие слова. Миледи, я умоляю вас, я должен это знать, иначе я умру. Да, милорд, уж лучше нам обоим умереть, ибо этот позор вынести невозможно. Милорд, я ваша сестра, с которой расстались в детстве. Любитель Вальтирина готов взорваться в любой момент. Мне приходилось быть осторожным. Опять они орут, эти торчки. Это пейн! Держи его! Так... Это обычные, да? Где-то тут будет пасхалка. Так... А где она будет? Ладно. Так... Сдача? Нифига себе... Маскует! Субтитры сделал DimaTorzok И в заключение о погоде Самая страшная снежная буря из когда-либо виденных на этой широте Продолжает изнурять жителей города Вон все эти связаны с распространением эльгерин Очевидно, Макс Бэйн Вот так телек, и смотри, тебя еще и в чем-то подставят Так, подожди Опа-на Уже кого-то убили нафиг Так Этот персонаж был мертв уже довольно долго Я не очень жалел, что пропустил это зрелище Ты убрешь, ты убрешь Я убью, ты убрешь, ты убрешь Я убью Так Я нашел комнату Муэрты Серьезно? Опа О, подожди Это вот эта тайная комната? Подожди Мне не хотелось выяснять, что здесь произошло Не слишком приятное зрелище Чего? А, это просто, это не стрелять Подожди Подожди Ага То есть приколюха больше нет Это не та приколюха, да? Она уже здесь Не знаю Не знаю Оу Ну, хотя бы что-то Подожди А что делать-то? На столе На столе В комнате лежало письмо А-а-а Веревка сработала Охереть Вот это прикол Связать как-то с фолькерином Анжело Панчинелло, главу клана, нам до сих пор не удавалось. Все следы вели Джеку Люпину, но письмо в комнате Рико было подписано самим крестным отцом. Это был первый признак того, что Анжело знал, что творится в его синдикате. Помнишь историю в Чикаго, из которой тебя вытащили Панчинелло? Теперь у тебя есть шанс уплатить по счетам. У одного из наших доверенных парней недавно вырос хвост, как у павлина. Твои навыки нам весьма пригодились бы. Собирать улики стало поздно, уже пару сотен патронов назад. Я уже так давно миновал точку невозвращения, что не помнил, как она выглядит. Такс. Хорошо, сколько-то времени прошло, сейчас посмотрю. Так, подожди, пятьдесят минут. Списят. Я пристреляю! А что, сюда только и всё! Кто опять телеку рубил? Подожди, мы тут были, а дальше чё? Вот приколдес, щас подожди Что это такое? Это должно было случиться Чёрт, я ж уверен был, что бомба Стоять! Не споню! Убирайся, убирайся Не знаю, не осталось На столе лежал дневник проститутки Он принадлежал какой-то кандидон Содержание заставило бы покраснеть и копа Опять поговорила со старой ведьмой Отправила ей последнюю кассету с одноглазым Альфредом Пока она платит за кассеты, этот дед может приходить хоть каждый день Прекрасный бизнес Снимать клиентов скрытой камерой И продавать снимки тому, кто больше заплатит Рано или поздно этот бизнес её и убьёт Если только пристрастие к Валикерину не сделает это раньше Ясненько Так А это был обход, да? Чёрт Нет Чё за фигня? Ясненько О, сколько патронов О, сколько патронов О, сколько патронов Так Как его вызвать? Старенький служебный лифт громыхая опустился в недра гостиницы Люпина. Старенький служебный лифт громыхая опустился в недра гостиницы Люпина. Старенький служебный лифт громыхая опустился в недра гостиницы Люпина. Многие дороги уже перекрыты, жителям рекомендуется оставаться дома. Метель свирепствует в Нью-Йорке уже третий день и конца ей пока не предвидится. Нас начало заваривать снегом с самого начала расследования. Однако заснеженный город был на моей стороне. Он умешал вероятность того, что в перестрелке погибнут невинные прохожие. Логично. Серьезно? Закрыто? Капитану бейсбольную битву еще никому не удавалось победить. Ложи в банок шибучки, кого хочешь, уложат. Орудием убийства послужила бейсбольная бита. Она лежала здесь же, в луже крови, рядом с газетой, раскрытой на страничке комиксов про капитана бейсбольную биту. Да уж. Интересненько получается. Там же солнце. И будь я кровососым, я бы поселился на Северном полюсе. Там ночь, чтобы поубога тридцать. Да? А что бы ты там ел, интересно? Из пингвинов год засал? Нет, а в жизни мозолю, балдах. Северном полюсе. А-а-а! 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 Аминь. 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 Целую жизнь назад это сошло бы за операцию по изъятию наркотиков. Так. Ага. На столе лежал ключ. К решетке. В какой решетке? Аминь. Так. Представь себе, эти идиоты готовы были убить друг друга. Выходят они в другую комнату, но думаю сейчас потеха начнется. Хм, как бы не так. Они уселись перед телевизором и устроили поединок на видеоприставке. Вот что я тебе скажу, Кэнди. Я так расстроился, что удавил обоих кабелем от телевизора. О, Рико. Ты такой плохой мальчик. Ну да. Тебе нравится? Рико Муэрто. Его разыскивает полиция. Что за счет? Это тот коп. Моэрто нужен был пистолет. Моэрто нужен был пистолет. Моэрто. Серьезно, я так не пройду? Ни хрена себе и девка была с этими какого-то. Ибать ты! Старый коммутатор еще вполне работал. Да где? В задней комнате приемный был старый телефонный коммутатор из тех, что так легко прослушивать. Было не сложно приставить себе жирного сутенера, сидящего здесь с наушниками на голове и слушающего, как его девочки говорят клиентам с обрезности и изображают оргазм. Сейчас здесь можно было услышать совсем другие стоны и восклицания. Босс, гоните! Это все Макс Бейн! Он пришел и перебил всех как кроликов! Он пришил! Вы что? Шутки шутите? Это один полудохлый коп! Лучше тебе сказать, что это шутка, понял? Прикончите его идиотой! Какого черта вы возитесь? Эй, алло! Отвечайте кто-нибудь, алло! Слово было произнесено и по нитям городской паутины понеслись новые распоряжения. На горизонте появилась угроза. Макс Бейн был на свободе. Ну, хана вам, ребятки, что сказать. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разорить меня хочешь, а? Да ты знаешь, с кем ты связался вообще! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через улицу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, тут больше ничего нету? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, то есть вы как-то не закрыли, зараза, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это нас не остановит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В смысле? Серьезно? Вот же сволочи, а! Сейчас я посмотрю, сколько там Так, ну еще можно сыграть 12 минут, наверное 12, 22 минуты, да? Чего? А почему закрыто? А куда идти? Алло А че делать-то? А че делать-то, алло А получилось? Продолжение следует... 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 Читать заголовки было не слишком приятно Все они кричали о кровавом убийстве Разрыванию в юге вторили полицейским сиренам Когда за тобой охотится мафия А полиция разыскивает как убийцу Ничего кроме стона ты не услышишь Окей Черт! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здание было просто нашпиговано взрывчаткой Что там? Смерть идет Заткнись, понял? Убирайся, убирайся! Что это? На стене звонил покорёженный телефон. Это мог быть очередной наркоман, но оказалось, что это куда более серьёзный собеседник. Имею честь говорить с мистером Пейнер. А кто его спрашивает? Меня зовут Альфред Уоттен. Полиция скоро будет здесь. Расскажите мне что-нибудь поновее. Они знают, что вы здесь. Откуда? Я с вами ещё свяжусь. Полиция приехала. Сирены вещали диким диссонансом как хор сумасшедших. У меня было несколько минут до того, как группа захвата закончит обычные предусмотренные инструкции действия. К тому времени, как они проникнут в здание, я должен был быть уже далеко. Макс Пейн! Это старший инспектор Джим Брамура. Бросайте оружие! Выходите с руками за головой! Да! Ты слышал? Тихо! Без ключа я не мог попасть за дверь. Из какого ключа, алло? Кто-то оставил на прилавке письмо. Неожиданно всё прояснилось. Гунь Йити был верен себе. Побольше слов и поменьше дела. После этого дела у Русского осталось только несколько стволов, а их легко купить. У него теперь кишка тонка с нами связываться. Как выяснилось, с кишечником у Русского было всё в порядке. Если на человека надавить, он отступает до определённой черты, а потом начинает давить на тебя. Стоять! Стоять! Это последнее предупреждение! Сдавай! Стоять! 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 Ха-ха! Прикоти его! 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 Умайте, как он, хопа, хопа. Так. Я так понимаю, что... Чтобы выбраться на крышу, мне нужно было попасть в лифт, который находился за этой дверью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хэм там! Ты знаешь этих типов из прачечной? Я? Нет! Ну и зачем ты мне тогда нужен? Что? Нет, не спрашивай, конечно, знаем. Тогда отведи меня туда. Сейчас, сейчас. Сейчас пуль на улице! Пошли. Пошли. Это я, открывай! Пусти меня, жила! Погоди, я пароль. Да ладно тебе. Ну хорошо. Джон Ву. Ладно, заходи. Это же подняли! Это подняли! Ооо! Джон Ву. Ого. Покер, блядь. Так. Ооо! Так, так, так. Так, так, так. Погнали. Это что? На лифте. Как еще? Та-та-ра-та-ра. Та-та-ра-та-ра-та-ра. Ту-ту-ру-ру. Та-та-ра-та-ра. И? Та-та-ра-та-ра. Происходящими в Бронксе и связанными с распространением Валькерина. Очевидно, Макс Пейн, подозреваемый... Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи со столкновениями преступных группировок, происходящими в Бронксе и связанными с распространением Валькерина. Очевидно, Макс Пейн, подозреваемый в убийстве агента отдела по борьбе с наркотиками, ведет войну со своими бывшими партнерами. Среди опознанных жертв были обнаружены известные мафиози Джой и Вергилио Финита, а также Рико Муэрте, ранее разыскиваемый в связи с серией убийств в районе Чикаго. Полиция Нью-Йорка находится в состоянии полной боевой готовности. Словесный портрет Макса Пэйна рассослан во все полицейские участки города. Старший инспектор Джим Бравура обещал принять все необходимые меры для поимки преступника. Какие именно меры, нам пока неизвестно. Кира Сильвер, специально для выпуска теленовостей, Нью-Йорк, CNN. Так, подожди, хорошо. А нам обратно обязательно или нет? А что нам тогда делать? Да, возвращаемся обратно. Непонятно, что дальше делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это последнее место на земле, куда бы я хотел попасть. Однако я прихожу сюда снова и снова. Это не я говорю с розовым фламинго. Это кто-то, кто повторяет меня до мельчайшей детали во всем, кроме одного. Это отродье зла. А я прячусь в тени и наблюдаю за всем этим. Фламинго говорит. Здесь он умеет говорить. Он говорит. Разве велись не селись не Аллах, Райси? Это значит, зеркала интереснее телевизоров. Я знал это. Откуда не спрашивайте меня? И я не я, а мой двойник. Он кивает и ухмыляется, как будто ничего забавнее в жизни не слышал. А потом что-то идет не так. И они узнают, что я здесь. И они оба поворачиваются и смотрят на меня холодными глазами. А потом фламинго говорит снова. Солоняк, Райси, я обстелу. Я понятия не имею, что это значит. И? Поэтому я всегда просыпаюсь от собственного крика в этой ослепительно белой больнице, где меня привязывают к кровати. Ясно, пародия. Пародия на Твитпикс. А куда дальше-то, алло? Ха. Так. Короче, ну давайте отсюда остановимся. Вот. Всем, ребятушки, спасибо, что смотрели. Всем приятно за просмотры, за лайки, за репосты. Не забывайте про колокольчик и приглашать друзей. А с вами был Казаков Фэмили, дружочки. Всем до скорого. Всем спасибо за внимание. И всем пока-пока.